ну что же здравствуйте мальчики и девочки с того времени как я начал на своем канале заполнять плейлист по аккумуляторным батареям мне было написано много комментариев иногда они были лестные иногда меня поругали мне даже писали люди которые ведут профильные блоги посвященные аккумуляторной батареи и эти люди написали мне такие вещи которые на голову не налазят и совершенно далекие от правды посмотрев просторы интернета я понял что же тема аккумуляторных батарей покрыта различными мифами и множество ложной информации вливается в уши и рядового автолюбителя поэтому на своем канале я буду время от времени снимать видео в которых буду развенчивать мифы по теме аккумуляторной батареи и избавлять вас от всяких глупых предрассудках которые вам навязывает подписывайся на канал и скоро ты будешь только ехидно улыбаться когда будешь слушать и читать очередной аккумуляторный бред а сегодня будет миф про черный черный или как сказать правильно темный электролит темный электролит как утверждает многознающие деятели это такой признак того что активная масса пластин уже оплыла и аккумуляторной батарею нужно выбросить и купить новую и конечно же купить только у него так вот не верьте не всегда так как говорит молва людская а для начала возьмем в дрожащие ручки книжечку и почитаем а в книжечке написано что банка аккумуляторной батареи имеет призмы которые предохраняют пластины от замыкания осадком активных веществ то есть шламом который собирается на дне бака в процессе эксплуатации батарей из этого следует что оседание шлама на дно батареи есть процесс естественного износа и ничего страшного в этом нет вопрос только в том какое количество шлама туда осела а сейчас даже уже используют не призмы а конверты для пластин которые ловят шлам но это другая история вот вы видите электролит слиты из моего аккумулятора темный и очень страшный но пройдет один-два дня он отстоится и стал вот таким вот чистым осадок осел весь на дно и вы видите что его не так там уже и много и это за шесть лет эксплуатации аккумуляторной батареи его совсем совсем немного окрашивание электролита в темный цвет это сравнимо с тем как окрашивает воду марганцовка всего несколько кристаллов марганцовки а цвет она дает на очень насыщенный точно так и с окрашиванием электролита в коричневый темный цвет почему окрашивается электролит в темный цвет шлам поднимается со дна во время кипения аккумуляторной батареи при зарядке или вы его сами специально коломутите ориометром. И если очередной аккумуляторный дел мастер поднял ориометром со дна шлам и тычет вам в мордочку, темный электролит со словами нужно менять аккумуляторную батарею, шлите его по известному адресу, ибо врет он и врет он очень нагло, потому что образование шлама процесс естественный и неотвратимый. Откроем опять книжечку и прочитаем. Оползание активной массы происходит при каждом цикле заряда разряда. Активная масса изменяет свой объем и сцепление частей между собой ослабевает. А теперь возьмем книжечку и посмотрим когда же пластина аккумуляторной батареи считается непригодной. А в книжечке написано черный по белому, что пластина считается непригодной при шелушении больше чем на 25% общей поверхности и глубиной более пол миллиметра или выпадание большого количества активной массы больше пол миллиметра. А если меньше пол миллиметра, то аккумуляторной батареи можно эксплуатировать дальше и в общем-то не заморачиваться. Но электролит при этом уже станет темным. И не нужно слушать хитро сделанных аккумуляторных дел мастеров, которые пытаются вас обмануть, ибо такой человек по природе своей книжечек не читал. И есть не мастер, а барыга. Такой себе заражальщико-меряльщико-продавец именуем себя аккумуляторщиком. А аккумуляторщик это профессия очень сложная. Признаком же разрушенных пластин есть понижение емкости аккумулятора при разряде и очень быстрое повышение плотности электролита при заряде. И определять все это подписчики канала уже умеют, ведь они подписаны. И помните, что темный электролит есть причиной повышенного разряда аккумуляторной батареи, который лечится просто. Видео об этом я уже показывал. И повышенный саморазряд не есть причиной для выбраковки аккумуляторной батареи. Он есть поводом для того, чтобы помыть аккумуляторные батареи. Опять откроем книжечку и почитаем. Но это я уже рассказывал. А кто писал в комментариях, что это неправильно, эти аккумуляторные батареи, пусть сейчас ему станет стыдно, когда он читает этот текст. Ну вот и сказочки конец. А кто слушал молодец. Подписывайся на канал. Избавься от предрассудков. Стань умнее, ибо только на этом канале тебе расскажут правду и покажут нормативную литературу. А еще в следующих видео я расскажу как аккумуляторных дел мастера обманывает вас нагрузочной вилкой. И обманывает при этом очень жестоко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...